И самое неожиданное происходит прямо на ваших глазах, потому что в нашей студии дрессировщица Катерина Миронова. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, с кем вы сегодня пришли? Я пришла с одним из двух своих собак. Это с самым маленьким, самым главным для нас. Это мой цверкшнауцер Ганс. Ганс. Для меня это, конечно, просто знаковое событие, потому что я видел Ганса совсем маленьким. Ему было два месяца, он был вот такой крошечный. Хорошенький, наверное. И теперь он уже просто взрослый барбос. Катерина, зачем тренируют собак? Чтобы они приносили тапки? Вы на меня, честно говоря, в эфире не обращать внимания. Никогда не было собак. Знать не знаю, как живут с животными. Поэтому вопросы могут быть очень неожиданными с моей стороны. Я очень рада таким вопросам, потому что, наверное, в том числе и для того, чтобы приносили тапки, дрессирует собака. А вообще, для того, чтобы собакой было комфортно жить. Для того, чтобы она была послушна, для того, чтобы мы объяснили ей, что тапки лучше приносить, а не есть их. Есть лучше надо еду из миски. На улице, гуляя, желательно слушаться хозяина, не тянуть на поводке, потому что от этого очень сильно устаешь во время прогулки. В том числе и собака устает постоянно тянуть. Но так как она может не знать правил поведения, мы должны ей это объяснить. Я, в частности, занимаюсь трюковой дрессировкой собак. И данный вид дрессировки используется очень обширно. В том числе и в цирке. Но мы для себя поняли такую интересную вещь, что, имея несколько трюков из такого вида дрессировки, можно развеселить гостей в любой момент. Гуляя по улице, очень часто бывает такое, что мы видим плачущего ребенка, которого не могут успокоить. Я останавливаюсь рядом, и мы показываем несколько трюков. Вы как добрая волшебница просто. Простите, Катерина, что у вас гремит на руке? Это такой замечательный предмет. Он, наверное, практически волшебный для меня и для моей собаки. И для тех, кого я обучаю. Это кликер. Я стараюсь популяризировать такой замечательный предмет. И с помощью которого я ускоряю процесс дрессировки. Сейчас я продемонстрирую, что это такое. И сразу реагирует Ганс. Да, он просто реагирует, потому что знает, что такой звук обычно он слышит после того, как выполнил что-то правильное и очень хорошо. И поэтому он сейчас посмотрел. Это приборчик такой, очень простой. Но он помогает мне в нужный момент, в нужном месте. И четко в том подтвердить положительно именно то действие, которое мне нужно. Потому что очень часто бывает такое, что, говоря команду «хорошо», мы опаздываем. А кликер делает свой звук, свое «да», «молодец», очень тонко и точно в нужный момент. Это какая-то вот хитрость дрессура. Я вообще думаю, что для собаки, наверное, вот так сидит Ганс довольно спокойно уже 3 минуты. Да, меня удивляет. Это нелегко добиться, правда ли? Для него нелегко, потому что это очень активная собака. У него всегда бурлят эмоции. Тем более он видит у меня кликер, значит, это есть возможность заработать какую-то новую интересную вкусняшку. И ему, конечно, довольно-таки непросто. Вот так вот сидит. Давайте уже дадим ему свободу. Отпустим его на паркет. Покажите, что он умеет делать. На паркет. Давай, спускайся. Проверь лапками. Гася. Гасечка. Гась. А ты ведь знаешь, где твой хвостик, Ганс? А-а-а! Ой-ой! Ну это да, это почему-то... Давай, ну давай, стоечку сделай. Давай-давай, еще-еще скользкий пол. Ну давай, ничего страшного. Почему-то он такую довольно-таки сложную вещь предлагает в последнее время сразу. Гансик, а ты знаешь, где твой хвостик скользко, да? Иди ко мне. Где твой хвостик, Ганс? Хвостик, где твой? Там хвостик находится. Вот так. Молодчина моя. А давай вальс танцуем вместе. Давай вальс. Давай вот так вот вальс с тобой сделаем. Молодец какой. Молодец. А вот то, что ты любишь, это так просто, Ганс. Самое простое, да? Да, скажи... Вот так. А, очень потрясающе. А-а-а! Молодец! Гасечка, вернись. Гасечка, гасечка. Конечно. Вы показали ему свои положительные эмоции. И он тут же к вам вернулся. Гася, давай что-нибудь покажем? Давай иди назад. Назад, 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 назад. А теперь ко мне вернешься, назад. Давай. Давай. Ко мне назад. Давай. Давай, давай-давай. Задний ход, задний ход. Давай-давай-давай. Ещё назад. Давай-давай-давай. Туда пошёл. Ну, хорошо. А давай, давай ещё покажем чуть-чуть. Давай. Оф! Опять. Просто он понял, что это самое красивое. Да, да, да. И давай вот так вот сделаем. Раз. Хорошо, молодец. Ой, что такое там? Ну, вот так вот бывает. Что-то такое, да, там. Что-то потеряли. Все равно это очень здорово, Ган. Ты талант, талант, несомненно, талант. Мне так нравится. Сколько потребовалось времени? Вы знаете, рукавая дрессировка у него идет очень быстро. Он меня очень часто спрашивает, как долго. Я говорю, это вообще недолго. Он ждет, где будет еда, бедный. Давай, ко мне иди скорее. Иди к хозяйке, мой хороший. Он просто ждет, а где, собственно говоря, будет пустошняшка. Кстати, вот это очень важный момент. Собака работает за эмоции. И у меня, конечно, есть с собой лакомство, но для него это не сама цель. Для него очень важно было получить ваши эмоции, ваше одобрение. Он понял, что он сделал что-то очень хорошо. И совершенно он не лезет нам в руки, не ищет никакую еду, потому что намного важнее собаке получить. Эмоции. Порода важна в обучении? Нет. То есть любая порода способна к обучению? Абсолютно любая порода. И не порода, да, получается? Конечно, абсолютно любая собака. Разница только в том, что, например, если большой, длинный, тяжелый бассет-хаунд, он может сделать какие-то медленные движения, змеечки, собирать предметы. И вот такие какие-то высокие прыжки, например, мне на спину он выполняет прыжок, он делает прыжок мне на ноги, когда я лежу на полу. Такие, конечно, вещи он сделать не может. Но он может делать очень много совершенно других разных трюков. Не обучаемых собак нет вообще. Таких просто я не встречала ни разу за свой опыт дрессировки. У вас дома еще кошки живут. Вы говорите, что они тоже дрессированные. Именно. Вы такими же методами дрессируете их, как собак? Так, у меня так интересно получилось. Я не знаю, как... Я считаю, что это не моя заслуга. Ко мне пришли такие коты. Просто вот так сложилось. У меня один из котов репетировал всего лишь 4 дня в трехмесячном возрасте. Больше я этого не делаю ни разу. Сейчас ему уже 2,5 года. Он может 2 месяца не работать. Потом, когда мне нужно куда-то с ним поехать, я его беру. И как ни в чем не бывало, он делает все, что от него требуется. И второй кот у меня вообще уникальный. Он живет и гуляет со мной, где это возможно, потому что мы живем в деревне, в окружении замечательного леса. Он гуляет около ноги, как собака. И то есть не мы в декабре месяце были в австрийском цирке, где во время работы я совершенно не использовала клетку. Он выходил за мной в манеж около ноги. Заканчивал делать свои трюки и возвращался около ноги за мной в кемпинг. У вас в субботу будет обучающее мероприятие. Что вы там будете, какие науки вы будете преподавать и кого вы там ждете? Я жду всех. Всех тех, у кого дома есть вот такие замечательные четвероногие друзья-собаки. Потому что я не приглашаю на свой семинар с собаками и кошек, чтобы кошек не испугать. Но, возможно, мы сделаем скорый семинар и для дрессировки котов. Я приглашаю всех, кто просто любитель, кто просто держит дома собачку, как своего домашнего любимца. Куда приглашаете, скажите? Приглашаем в район Мустве в тренировочный зал Коэрте Парадис. Этот семинар будет интересен в том числе и спортсменам, которые, например, уже занимаются такими видами спорта, как аджилити, обедиенс, ралли. Они благодаря семинару по трюковой дрессировке могут открыть для себя такой новый, может быть, для них вид спорта, как танцы с собаками, фристайл с собаками его еще называют, или фрисби-фристайл. Это когда объединяются трюки и ловля тарелочек. И в том числе семинар может быть интересен тем, кто занимается канистерапией. Это еще что? Это когда лечат с помощью животных? Да, именно. Потому что, как я вам сказала, что во время прогулки на улице, если я вижу плачущего ребенка, два-три трюка доставляют ему массу положительных эмоций, он успокаивается, и они идут с родителями дальше. Также и канистерапевты используют трюки для разнообразия своей деятельности и лечения. Катерина, давайте мы еще раз повторим адрес, потому что вы сказали Мустава, мне кажется, это в Мустаме происходит. Это в Мустаме, Мустаме, Тамсаре 89, Куэрте Парадис. Точно. Спасибо большое, что мне подсказали, потому что я живу не в Таллине, для меня очень трудно ориентироваться. Я просто тоже подумал, Мустаме это уже совсем как-то велико. А во сколько вы начинаете мероприятия? Мы начинаем в 11.00. Все встречаемся, собираемся в зале, у нас будет несколько групп, это новички, которые совсем придут, возможно, с молодыми собачками, которые еще ничего не умеют. Приходите, друзья, завтра в 11 утра с своими любимыми домашними питомцами, Екатерина вам расскажет, что такое кликер, как хвалить собаку, потому что, честно говоря, мне так понравилось, что я захотела даже... Но, во всяком случае, терапия уже сработала, да? Мне кажется, у Ани настроение улучшилось. Абсолютно. Ганс совершенно очаровал не только Аню, но и всех. Ганс, зарубежные новости! Ты просто, конечно, потрясающий борьбос. Иди к нам, будем объявлять, иди к нам! А мы на зарубежные... Ну, давай-ка, Ганс, 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 давай с нами! Ганс, объявляем зарубежные новости! Зарубежные новости! Гавав! 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 Касю!